всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами будем рассматривать расклад который мне предложила варенька называется он диагностика ваших тел тонких тел да так сделать их чтобы не шумела этот расклад мы будем делать на одну позицию почему потому что я хочу чтобы увидели что в этом раскладе это скорее всего я его отношу к разряду развлекательных не в плане того что он легкий по своему пониманию а в плане того что дело диагностику на очень большую аудиторию но в моем понимании это не совсем корректно тем более когда мы делаем диагностику тонких тел и поэтому развлекательный в контексте того что это вот как демо версия да с какой с чем вы можете прийти допустим на личную консультацию да и посмотреть свою собственную диагностику в таком контексте идет развлекательный делать мы будем на великих арканах изначально я попробовала сделать и на младших поняла что корректнее будет на великих для того чтобы считывать энергию как я буду проводить этот расклад небольшое такое вот сделаю вступление пояснения поскольку не все понимают что такое тонкие тела до их название за что ответственно каждое тело я буду вам зачитывать небольшой абзац по каждому телу чтобы вам было понятно за что она ответственно далее варенька спрашивала в контексте что я как я могу повлиять на развитие того или иного тела так он моем понимании не совсем корректно слово развитие то есть это то что как бы так сказать в моем по крайней мере понимание развития это то над чем мы работаем чтобы его как-то вот что-то увеличить до в своей жизни приумножить до видоизменить в лучшую сторону так вот на мой взгляд и опять-таки я уточняю то чтобы было понятно что мы разговаривали с вами на одном языке касательно тел нету развития то что связано с телами в моем понимании это их качество качество энергии до либо той консистенции чем наполнено каждое тело то материя который наполнила каждое тонкое наше тело насколько мы можем повлиять на это качество а влияем мы на качество нашего тела исходя из его чистоты то есть насколько тело чистая либо она в кавычках загрязненная и вот на чистоту мы можем повлиять исключительно нашим сознанием то есть в зависимости от того а какая функция у каждого тела через осознание насколько мы понимаем как работает то или иное тело и можем на это повлиять если то что я сказала и в вашем понимании это развитие значит это развитие если это также как и у меня в моем понимании да это чистота значит это чистота просто уточняю чтобы не было такого что вот это не так я услышала у другой коллеги было так я свою точку зрения всегда поясняю чтобы вам было понятно и так у человека есть 6 тонких тел тонкие тонкие в контексте именно материи из которой она создана каждое тело у нас несет какую-то свою определенную функцию и за что-то она ответственно мы сегодня с вами рассмотрим только три самых низких тела почему объясню потому что это то что мы можем осознанно с чем можем работать то что мы можем осознавать на более высокие тела мы ну по крайней мере на том уровне в котором мы с вами находимся до повлиять пока не можем хотя все взаимосвязано да то есть вот сказать что сто процентов нет нет такого нет но если мы говорим про осознанность моем понимании осознанность это не понимание это не то что вот я понимаю как это делает и начинаю это делать это не про осознанность осознанность это немножко другой уровень это не просто знание да это практика и умение влиять на что-то так вот что-то еще какой-то один нюанс я хотела сказать прежде чем мы начнем надо в процессе может быть и вспомню работать будем на колоде тару небо и земля и на колоде таро шаманов потому что шаманизм непосредственно у нас работает с таким понятием как душа и с тонкими телами а вот и как раз кипра чистки то что вот мы говорили в одном из прошлых раскладах и я говорил что самые эффективные чистки это чистки от наших тонких тел если вы можете найти такого мастера который вам поможет почистить это будет самая эффективная такая работа потому что никакая отливка никакая клобещенская магия а либо что-то другое не будет настолько эффективно чем работа непосредственно с нашими через астрал с нашими тонкими телами вот и опять-таки диагностика почему не делаю на несколько позиций только на дно как демо версия потому что исходя из собственного опыта я вам могу сказать что за месяц того уровня на котором я работаю да и осознаю мое состояние тел она изменяется и а поскольку вас много да и вы все разные кто-то умеет с этим работать кто-то нет сказать что вот мы все подлежим какому-то определенному срезу да нет поэтому этот расклад больше так ну информационный такой давайте скажем итак а приступаем первое тело которое ближе к нам к физическому это эфирная что она делает она поддерживает и соединяет и обменивает тело информации и энергии с остальными более высшими телами то есть как некий фильтр между физическим телом плотным и остальными тонкими телами остальные тела визуально чтобы вы понимали да это как матрешка одно в другой да нечто как двойник до копия только более шире каждое последующее да она занимает больше размер то есть первое вот эфирно но вот где-то примерно на 50-60 сантиметров да вот от нас но это вот где-то вот так так как двойник вот как ваше тело физически идет так вот идет эфирные следующее там астральное оно будет чуть больше да ментальное чуть больше и и так далее и в конечном итоге да это вот получается как некий такой кокон вокруг каждого человека ну может быть вы и видели да излучение некое такое энергетическое свечение так вот зависимости от того насколько то или иное тело чистое и функционирует на сто процентов настолько зависит его толщина и настолько зависит и свечение то есть если есть какие-то блоки есть какие-то зажимы где-то какие-то пробелы могут быть да то вот на этом теле да это будет изображаться как некие такие темные пятна задача каждого из нас да если мы говорим о чистоте тела тонкого тела да на краски и говорит о том чтобы вот эти вот блоки да вот эта вот грязь как я говорю энергетической да чтобы она ушла и тогда свечение каждого тела и оно будет ярким и ровным да что самое важное вот и размеры его будет ровный то есть не будет никаких перекосов и не будет никаких пятен то есть это тело обеспечивает целостность и жизнеспособность отражает состояние физического тела и всей системы служит проводником и регулятором жизненные энергии также она является хранилищем жизненных сил и чистотой энергии и если в конечном счете все же есть существует энергия то вот именно в эфирном теле сосредоточен огонь в чистом виде и так давайте посмотрим диагностику нашего эфирного тела выпадает аркан справедливости я держу в руках только великие арканы мало и я отложила аркан справедливости говорит о том что энергия здесь сейчас на данный момент течет так достаточно равномерно да что я не вижу чтобы были какие-то перекосы да все все как бы сказать не то чтобы правильно да но вот состояние такое очень чувствительное если так можно сказать да то есть небольшое влияние да где-то может быть какая-то негативная мысль либо какая-то какой-то негативная боже мой эмоция состояния ваше но сразу будет отображаться на вашем эфирном теле то есть здесь вот прям сразу да напрямую видно нет такого чтобы вот был какой-то вот накопительный да у боже мой слова заканчивается эффект здесь вот прям такое хорошее качественное состояние нас энергии то есть вот моментально если идет какой-то перекос на сразу здесь все показано эфирное тело ну во первых надо больше отдыхать здесь мне почему-то показывает что знаете есть какая-то помощь то ли на это тело влияет а либо ваши какие-то практики да то что вы делаете либо какие-то книги в общем все что связано с какой-то мудростью знанием то есть более высокие тела до ментальное тело она здесь может влиять напрямую в общем какое состояние эфирного тела но она находится в балансе вот я говорю потому что выпадает шестерка педаклей говорящий краски о балансе единственное что как-то вот здесь связанное с отдыхом да мне показывает либо вам необходим какой-то отдых до либо расслабление отслеживаете где если здесь еще знаете что физическое здоровье ваше как-то может быть что-то связано с костями вот кости мне почему-то показывают и позвоночник либо вы сутулитесь да либо если у вас есть какие-то проблемы с позвоночником а еще мне показывают что возможно у кого-то здесь что может повлиять на это тело это вот ваш сон как вы спите как-то не то ли подушку вас какая-то не неправильно неправильно я имею ввиду ну либо она слишком высокая либо слишком низкая то есть вот здесь такое ощущение что вот позвоночник ваш он не отдыхает то ли какое-то вот искривление есть да то ли это как-то вот знаете вот ваши кости позвоночнику связано напрямую с вашим отдыхом с расслаблением а то ли вам расслабиться хочет может быть кому-то надо поменять матрас купить ортопедический да вот что-то здесь такое либо подушку купить какую-то ортопедическую да потому что вот со сном что-то связано ним не отдыхает тело так как положено может быть очень часто знаете так проснулись и где-то вот замкнула да мне здесь такое вот ощущение а так в принципе с эфирным телом нормально она у вас то что хочу сказать она моментально реагирует на какие-то изменения до которые присутствуют то есть вот прям сразу сразу хорошо идем дальше следующее тело после эфирного эфирная но очень тоненькая по размерам у нас идет астральное что это за тело астральное или иначе его называют эмоциональным телом она отвечает за чувства эмоции страсти влечения желания стремления и побуждения дано нам чтобы мы могли закрепиться и действовать на этом уровне мироздания который мы находимся на астральное тело хранит информацию обо всех чувствах эмоциях желаниях человека а негативных таких как страх гнев переживания недовольства и позитивных радость безмятежность любо влюбленность и так далее они как бы записаны в ячейке астрального тела в виде энергетически окрашенных вспышек его цвет и форма зависит от внутренней природы человека от тех чувств желаний и стремлений которыми человек наполняет себя каждый день то есть здесь нам сразу же непосредственно астральное тело показывает насколько наш эмоциональный фон он влияет на нас теперь представьте если мы постоянно находимся в некой такой депрессии горечи сожаления да и это все записано и мы долгое время в этом находимся это наше тело астральное она сразу начинает влиять на эфирное и сразу влияет на нашу физику да то что мы говорим эмоции психосоматика сразу срабатывает когда вы каждый день находитесь вот в этих негативных либо обиды до долгое время в себе тащите вот на астральном теле видно будет вот эти вот как темные вспышки на это те эмоции которые мы не прожили говоря о том опять-таки о качестве и уровне работы данного тела как мы работаем как мы это прорабатываем прорабатываем через осознание каждый раз когда у нас появляется такая ярко окрашенная эмоция наша задача понять что послужило тому что мы это сейчас проживаем на что скрывается за этой эмоции что мне эта эмоция хочет сказать почему она появилась почему я ее сейчас ощущаю вот это вот и есть то то что я говорила ранее да про осознанность ваш уровень то есть на данном этапе диагностики что мы сейчас посмотрим насколько у вас есть те или иные эмоции они есть однозначно они появляются когда мы их ощущаем да некими такими вспышками независимо от того это позитивные либо негативные то есть нет такого что вот когда я очень много радуюсь да смеюсь и у меня вспышек этих не происходит не происходит самое идеальное состояние это фоновое ровно я не говорю о том что мы не должны радоваться но не должно быть вот этих вот всплесок всплеск вот этой вот энергии эмоциональной почему потому что если опять-таки вы ходите на чистки имейте ввиду что все всевозможные вот эти вот паразиты сущности которые питаются энергией они питают я сказал уже да питается энергии именно как раз таки вот через ваши эмоции опять-таки неважно в плюс это или в минус и на самом деле вы их привлекаете каким образом когда вы слишком сильно эмоционируете перестанете вы так сильно эмоционировать им питаться не чем будет да и они в принципе но уходит находит себе новый источник пищи либо через эти сущности они вызывают некие такие ситуации провоцируют когда заставляют вас эмоционировать и вот именно опять-таки осознанность включая осознанность и понимание ну и знание конечно же как это все работает это помогает нам держать наше астральное тело в чистоте а теперь давайте мы посмотрим что у вас с астральным телом вы смотрите с астральным телом у вас про сейчас на данный момент происходит работа кто-то либо работает со своими эмоциями я не буду обозначить это негативные либо позитивные какие конкретно потому что я вам сказать не смогу вот но здесь мне карты показывает о том что идет какой-то процесс завершения что аркан мира нам говорит о завершении какого-то этапа что аркан смерти тоже говорит о естественно знаете и умеренность здесь могут быть например если мы говорим про негативный как формат как вариант негативные эмоции которые вы долгое время держали в себе носили и потом знаете это как обида на какого-то человека да и в конечном итоге прошло уже много лет и вы понимаете потому что по смерти это естественное завершение вы уже понимаете что нету смысла ну уже обижаться да может человек уже ушел допустим из жизни да вы держали какие-то обиды либо вы наоборот работали потому что два аркана нам говорят о завершающем процессе умеренность нам тоже говорит об исцелении отпускание здесь идут процессы здесь я не могу сказать что прям все хорошо и чисто но здесь идут процессы завершения каких-то эмоций долгое время которые у вас были давайте попробую все-таки может быть смогу определить потому что аркан мира нам говорит еще о том что это аркан системы некой и здесь у нас речь идет об объединении до состояния единства всего со всеми это у нас аркан мира и он говорит как раз таки об интуиции то здесь интуитивно вы как будто бы чувствуете да может быть у кого-то и пришло вот это вот осознание и понимание того что обо мне заботятся до свыше обо мне заботиться высшие силы обо мне есть такое знаете вот все что мне необходимо мне дадут если у вас есть вот это вот понимание либо вы пришли к этому пониманию то есть вы через эти мысли концепции да вы начинаете изменять прорабатывать свои эмоции то есть ваши эмоции они не прорабатываются как бы так сказать когда вы пошли на какой-то тренинг да там эмоционального интеллекта как это работает нет а здесь вы как-то интуитивно стали понимать и менять свои взгляды свое мировоззрение через эти взгляды вас как будто бы стала попускать какие-то эмоции вы как-то меньше стали реагировать интересно вытаскиваю колоду сори таро шаманов и у меня выпадает великий аркан аркан силы здесь я могу сказать знаете какие у вас эмоции могут быть связаны во первых страхи очень сильные а во вторых здесь агрессия вы как-то вот работали с каким-то знаете может быть здесь у вас страх выживания может быть да о том что недостаток я не смогу выжить да мне не хватает денег вот эти вот постоянные переживания стрессовые состояния здесь может быть такие глубокие страхи здесь не обиды а здесь идет вот прям агрессия да злость что может быть иногда бывает почему я почему мир обо мне не заботится здесь вот какая-то знаете злость и агрессия идет именно на мир не конкретному человеку может быть если выражается конкретному человеку то все равно более глубокое вот здесь вот понимание потому что все-таки аркан мира это у нас более масштабные размеры здесь идут да но здесь вот выходит прям вот какая-то агрессия такая когда человек именно не контролирует здесь причем ваши эмоции они здесь не контролируем и вы иногда можете даже знаете вот сплить как-то накричать на какого-то человека потом когда вы успокаиваетесь как-то сидите думаете ну и чё ну и чё я накричал черты и стоило это того да потом вас сразу появляется какая-то обида ну зачем я так поступил да то есть вот такое ощущение что вы как будто вы не можете эти эту ситуацию контролировать да то есть сначала получается действие и только потом к вам приходит осознание а с чем здесь страх связан а здесь во первых у вас нету доверия к миру и из-за этого вы ну вам сложно идти в новое а здесь вот именно страх пойти в новое то есть страх что-то новое попробовать страх если бы еще шут был да я бы сказала знаете страх совершить какой-то первый шаг то есть вот все что новое все что выводят вас из какого-то комфорта привычный для вас ситуации я не знаю если вы допустим привыкли что ваш муж до либо отец либо кто-то находит и платят счета и вдруг неожиданно вам просили да допустим я пойду на работу сходить ты заплати вот это вот взаимодействие с миром да когда надо пойти ты понимаешь что это госструктуры я не знаю и вы как будто вы теряетесь у вас появляется вот это страх волнения а как я буду платить особенно если вам там еще скажут что не хватает какой-то бумажки вы начинаете волноваться очень сильно вот это переживание потому что сам по себе опыт для вас он новый вот здесь страх с чем-то связанный в новом причем новое не то чтобы какая-то вот новая концепция новая идея что-то попробовать для вас это очень сильный стресс очень сильное напряжение что здесь совершается но вот прям великие арканы сами по себе выпадают спрашиваю что здесь завершается по аркану смерти до что вы тут прорабатываете здесь вы прорабатываете какие-то действительно кармические уроки на которые вызывали у вас эмоции то есть эти эти уроки они могут быть и из прошлых воплощение выпал аркан суда что я имею ввиду знаете вот может быть такое что из воплощение воплощение да на вас оказывали какое-то ну влияние именно не случайно я сказала про структуру просил до это может быть насилие либо моральное либо физическое здесь получается так что в одном воплощении да вы на кого-то влияли какими-то волевыми силовыми моментами в другом воплощении да все поменялось наоборот и на вас или я и здесь вот это вот чувство потому что здесь выпадает еще аркан силы такое ощущение что вот все что связано с силой да вот вы как будто бы из воплощения воплощение эту эмоцию как-то проигрываете как вы можете понять в этом воплощении да вы вот очень справедливый такой человек на вас очень сложно оказывать какое-то влияние давление вы сразу начинаете очень жестко реагировать если вы видите какую-то несправедливость я не знаю там мать накричала на ребенка да где-нибудь на детской площадке вы это увидели либо где-то кто-то кого-то я не знаю на хамил где-то нагрубил но вот какой-то вот какая-то несправедливость внутри у вас сразу автоматически начинает проигрываться агрессия то есть это могут быть вообще посторонние люди но вы только вы это замечаете у вас вот это вот прям сразу что-то начинает кипеть внутри вас это вот показатель того что у вас из воплощения воплощение все что связано с силой с подавлением вы этот сценарий прорабатывали то есть эмоции могут быть разные но вот вашем случае отсюда может быть бунт отсюда может быть вот это вот подавленная агрессия мне не нравится когда мной руководят мне не нравится когда мне дают какие-то команды приказания сделай это то есть вам сложно быть например ну вы можете быть начальником да к примеру а вот служащим да вам уже трудно как-то вот подчиниться какой-то системе до правилам каким-то рамкам это вот все что связано силой это вот вас вызывало какой-то я не знаю бурю какую-то очень ярких эмоций это было из-за воплощения воплощения и это пришло концу то здесь сейчас вот именно этап когда вы это отрабатываете именно 20 аркан поэтому на астральном теле у вас могут быть очень такие яркие пятна подавленные может люди которые умеют видеть тонкие тела работать взаимодействует с ними входя в предоизмененное состояние вот они могут это увидеть знаете этот напоминает как какие-то вот зигзагообразные моменты да вот в теле какие-то вот как будто бы порезы и колючки иголки я сейчас говорю для тех кто есть в практике да и это может посмотреть сосредить об этом я буду благодарна если вы напишите в комментариях так ли это или нет да и мы сопоставим что здесь еще исцеляется ну здесь во первых вы научаетесь получать удовольствие да здесь идет исцеление непосредственно связанное девятка педагли у нас говорит об эгоизме в данном случае знаете вот сейчас такой этап когда вот не хочу сказать исцеление как будто бы души до каких-то частичек вашей души и если мы говорили о минусе да то здесь вот еще и в плюсе получение удовольствия то ли вы не умеете получать удовольствие то ли запрещали сейчас какой-то такой этап когда вы позволяет вот вам вам хорошо вам кайфово вам спокойно вот удовлетворение знаете вот это вот наслаждение я не знаю такая вот умиротворение но не пассивная какая-то энергия а здесь вот это вот состояние знаете когда после зимы выходишь на солнышко и начинаешь греции вот эти вот первые лучи они тебя согревает и тебе так хорошо так спокойно я не хочу никуда двигаться да не хочу никуда бежать мне ничего не надо вот оставьте меня я здесь согреюсь вот здесь вот как будто бы вот такое вот состояние сейчас да кроме негативных тех которых я описала вот здесь вот идет исцеление по этому поводу вы как будто бы не умеете получать удовольствие а сейчас идет процесс и непосредственно с вот приятные какие-то вот согревания эмоции то с чем вы мне кажется это сейчас как следствие какой-то вашей работы да вы получаете что еще здесь есть на странный план да вы как будто бы защищались и десятка пятаклей вы знаете вот накручивали какие-то моменты преувеличили вот у вас есть эта программа на эмоциональном уровне когда вы придумываете что-то такое знаете какие-то страшилки в своей голове и на эмоциональном плане вам становится дискомфортно а вот сейчас как будто бы знаете момент когда вот этих вот мысли нету либо мысли какие-то такие спокойные про удовлетворение про наслаждение про какую-то стабильность да в общем здесь про комфорт то есть есть часть такая есть вашем астральном плане вот такая часть когда нет уже вот это вот накручивание а почему его нету а здесь как будто бы вы научаетесь договор договариваться сами собой договариваться сами собой с личностью и в каких-то моментах вам это удается вы кому-то вы себе знаете разрешаете нечто больше чуточку больше сейчас себе разрешают чуточку больше допускаете в свою жизнь и вот наслаждение для себя для себя любимого для себя родного родную да вот как-то так здесь хорошо идем следующее тело следующее тело которое мы с вами рассмотрим это ментальное с астральным я надеюсь вы разобрались поняли насколько важны эмоции теперь следующее по порядку и выше это ментальное все тела вышестоящие они управляют ниже ниже стоящими ну как принципе иерархия и существует то есть прорабатывая например астральное да свое тело вы можете повлиять на эфирное и на физическое то есть ваши эмоции они влияют на ваше физическое тело следующее тело у нас ментальное проработав ментальное вы можете повлиять на свои эмоции то есть разумом нашими мыслями мы можем повлиять нашим эмоции мы можем повлиять на нашу энергетику на наше эфирное тело и как следствие можем повлиять на наше физическое тело и так что такое ментальное тело ментальное тело это мир разума идей и мысли форм также мир грез и мечтаний это то место где семя сознания божественное присутствие заложено в ментальном теле происходит осознание ощущение себя и мира в нем рождаются мысли и представления находится мыслительное восприятие мира и его отображения через язык речь рациональное и логическое мышление в ячейках памяти ячейки они находятся непосредственно на самом теле ячейках памяти ментального тела хранятся все знания вся информация который человек слышал читал воспринимал усвоил там же хранится из событийный ряд все воспоминания также записываются в твои тела и остаются с тобой то есть здесь в рамках этого воплощения да на ментальном теле все что связано одним словом можно сказать память да все записывается там то есть если иногда вы говорите я не могу вспомнить сейчас такое бывает когда на обучение таро да либо когда работаешь в консультациях я не могу вспомнить там я не знаю какой-то день своей жизни да либо что там произошло с мамой откуда у меня появились или иные убеждения да это не так не такие что я имею ввиду заблокирована да вот это вот память она заблокирована ее можно разблокировать и и можно вспомнить то есть абсолютно все что вы ели сегодня что вы ели там год назад 10 лет назад это можно вспомнить если работать непосредственно с этим телом опять-таки если вы хотите вспомнить свои прошлые воплощения нужно начинать отматывать наоборот от сегодняшнего дня к нашему рождению постоянно вспоминаю но нам сложно вспомнить то что было например неделю назад то что было 10 дней назад Но вы можете вспомнить самые важные факты. Например, все пошли первый раз в класс, в школу, первый класс. Первое сентября можно вспомнить этот день, если вы расплавились, сдадитесь такой целью. Либо если кто-то находится в браке, первый день, время заключения брака. То есть тот день, первый день, может быть у кого-то был и второй брак, третий. Не знаю, вот такие вот яркие, дни рождения очень яркие. То есть вы начинаете постепенно вспоминать то, что вам вспоминается. А дальше это понакатанное, оно начинает раскручиваться. Ключ заключается в практике и в постоянстве. То есть это не то, что неделю позанимался, а потом я забыл. А потом через месяц опять. Нет. То есть если вы решаетесь, вы должны это делать каждый день понемножку. Тогда ваша память восстановится, потому что все абсолютно записано именно вот на этом теле. Давайте мы теперь с вами посмотрим состояние вашего ментального. То есть мы сказали, это мир разума, идей, мыслей, форм, грез и мечтаний. На этом уровне, да, вот в этом теле происходит осознание, ощущение себя в мире. То есть, да, я понимаю, то, что мы говорим умом, я понимаю, что там это шкаф, это там стол, это еще что-то. Состояние ментального тела. Хорошо, так, так. Ну и выпали как раз-таки у нас все логические карты. Логические, я имею в виду, у нас, значит, выпадает Иерафант, императрица и маг. Вот маг как раз-таки у нас и отвечает за логику, за разумность. Иерафант у нас отвечает за наше мировоззрение, за нашу связь непосредственно с традициями, да, с нашим прошлым. Ну и Верховная Жрица у нас отвечает больше за наслаждение, за удовольствие, за желание. Какое у нас сейчас, я уточню, малыми арканами, да, какое состояние. Маг, в принципе, да, это архетип человека, который может и умеет управлять ментальным планом. Здесь я могу, ну, своим разумом, здесь я могу сказать, что он у вас такой, знаете, достаточно серьезный, большой, плотный. Насколько у вас присутствует осознанность здесь, я не могу сказать полностью. То есть насколько вы понимаете, осознаете вот свои мысли, которые у вас проходят в течение дня, да. Да, но вот где-то здесь процентов на 60-70, да, я могу сказать, что вы работаете со своими мыслями. Да, то есть вы понимаете, у вас есть вот эта вот манифестация, да, то есть вы можете реализовывать то, что вы хотите. Если, здесь у меня такое ощущение, что вы просто не уделяете много времени именно осознанию. Вы можете думать очень много, да, вы можете что-то анализировать, либо в силу своей работы, либо вообще по жизни. Но осознание как такового, как, допустим, работают какие-то моменты в жизни, чтобы их перенести на свою жизнь, да, чтобы получить какой-то опыт для себя. У вас нет, здесь ощущение того, что вот как-то вот для других у вас это хорошо работает. А вот для себя, понимание себя как такового, да, вот то, что мы говорим, ощущение себя в мире, да, что происходит, вот у вас как будто бы нет, не хватает немножко заземления. Но все равно давайте здесь, знаете, здесь еще вот все, что связано с желаниями, ум у вас бывает беспокойный. И это связано каким-то образом с желаниями, либо у вас сейчас нет желания на данный, на данном этапе, то есть вы как будто бы ничего и не хотите. Очень такая, знаете, конкретная у вас структура, мировоззрение вам сложно изменить. Вот у вас есть такая устаканившаяся программа, что значит для вас мир, как люди должны себя вести, вот эти вот дожествования. Какие-то понятия, какие-то знания, они у вас есть, они достаточно глубокие. И здесь у меня сразу почему-то уйдет, что это вот как-то надо использовать в вашей профессиональной сфере, да, и это как-то связано с деньгами. Не знаю, почему у меня эта информация идет, то есть вы должны передавать какие-то знания и за это получать деньги. Причем эти знания, они должны передаваться вам в удовольствие, в первую очередь вам, и потом только другим людям. То есть вы не должны думать, что вот я сейчас что-то хорошее сделаю, придумай какой-то продукт, да, для других, чтобы помочь. Нет, это должно вам приносить в первую очередь удовольствие. У вас сейчас такое ощущение, что только сейчас появляются вот эти вот мысли касательно удовольствия и наслаждения. Вот то, что было на эмоциональном плане, у вас сейчас мысли такие только появляются, чтобы сделать для себя, да. До этого момента не было у вас как будто бы желания. Ну-ка, давайте мы уточним, что, о чем здесь говорят по поводу желаний. Так, по поводу желаний здесь идут какие-то изменения, здесь идут разрушения, с чем связано, что здесь мы разрушаем, и умеренность. Это я типа беру младшие арканы, чтобы уточнить великие, а у меня выпадают великие на великие. Интересно. Здесь у вас, знаете, как будто бы идет исцеление. Исцеление, знаете, с чем связано, что вот раньше не было у вас такого понятия, жизнь собственное удовольствие. А сейчас у вас как-то меняется мировоззрение, и отсюда у вас как раз и появляются эти эмоции, потому что появляются какие-то новые концепции по поводу того, что есть удовольствие. Насколько вы себе это разрешаете или нет. Насколько вы себе позволяете. Здесь какие-то вот программы мне идут. Не было у вас такого раньше разрешения. Что за концепция новая появилась? Вам как-то, знаете, как-то жалко. Здесь убеждения были такие. Жалко. Жалко на себя потратить. Вы вкладывали деньги только в свое собственное развитие. Вот для этого вам было не жалко. А все остальное вам как-то вот, ну, жалко было отдать, что ли. Особенно если это для себя. Для других, возможно, для других, как вы были, вы как будто бы здесь боялись. Для других был какой-то страх. Так, вот у меня такое чувство, что то, что связано с финансами, то, что связано с ресурсами. У вас вот здесь вот какая-то закостенелая программа присутствует. Вот вы как будто бы держитесь, да, чтобы не потерять. Есть какой-то страх, связанный с деньгами. Здесь программа. Что за... Как-то что-то здесь с возможностями. У меня опять-таки чувство того, что где-то в прошлых воплощениях, возможно, у вас были такие, ну, очень бедные, что ли. Потому что вот здесь вот программа как-то вот из прошлого идет. Программа бедности. Заложена программа бедности. Знаете, вот я как будто бы недостоин. Я поняла. У вас не было... Знаете, вот вы больше действовали вот по отношению к другим людям. А сейчас у вас произошло, либо происходит какое-то понимание касательно себя. То есть у вас меняется мировоззрение. Вы себя собираете как будто бы, знаете, по частичкам. И вы ставите себя на первое место. Вот если так можно сказать, да. То есть раньше, допустим, для вас первым местом были другие люди, либо какие-то ценности. А сейчас вы как будто бы оставляете прошлое позади и идете в новое, да, с акцентом на себя. Как-то бы себя стали больше ценить. Себя стали больше уважать, принимать. Вот вы стали себя, да, на первое место ставить. И поэтому вот здесь вот стали появляться вот эти вот новые чувства. Не эмоции даже, а новые чувства, вот эти вот ощущения, как классно, что я есть у себя, да. Что как классно, что оказывается я могу и вот это сделать для себя. Знаете, у кого? Позволяю. И это приносит вам удовольствие. А что касается... Ну вот здесь... Вам, во-первых, страшно было как-то вот просить помощи, да. Вот я все сам-сам. Почему бояюсь? Ну у вас были какие-то идеалы. Здесь у вас идеалы по жизни изменились. У вас было какое-то вот видение себя, да, как идеального человека. Что вот идеальный человек должен вот так. Он должен все сам достичь. Там, я не знаю, успешный человек, он ко всему приходит сам, без какой-либо помощи, да. Либо здесь программы, что я не нуждаюсь в помощи родителей. Либо там каких-то родственников, да. И вот я сам, я все сам смогу сделать. Здесь вот с этим как-то связано было. Либо здесь кто-то вынужден был переехать в другую страну, в другой город, да. Но очень на далекое расстояние. И пришлось человеку начинать жизнь с самого начала. И вот эти вот трудности, да, в адаптации, становление себя как личности, они здесь у меня проходят. Что еще по ментальному телу? Ну, здесь вот как-то, знаете, ваши разочарования, ожидания какие-то, которые не реализовываются, либо не реализовались. Здесь у вас как раз-таки по этому поводу может быть на более низком уровне, что я говорила, агрессия, да. То есть с этим, возможно, связано. С какими-то ожиданиями, с мечтами, что-то не случилось. И отсюда у вас может быть, опять-таки, тоже какое-то убеждение, да, какая-то программа, что то, о чем вы мечтаете, оно не происходит, оно не случается. Еще что здесь за программа может быть? То, что вы мечтаете, не случается. Здесь, знаете, может быть, это связано с семьей. В данном случае выпадает королева Пендакли. Может быть, здесь связано с созданием семьи. Есть кого-то ожидание о том, что не получается. Не получается создать ту семью, которую я хочу. Не получается стать финансово независимым человеком. Не получается зарабатывать денег столько, сколько я хочу. Здесь либо с деньгами связано, либо с созданием семьи. Но и в том и другом случае здесь мы говорим про какой-то фундамент. И это вот вызывает у вас как раз-таки агрессию, то, о чем я говорила ранее. Здесь как будто бы программа непосредственно связана с семьей. Семьей и с деньгами. Хорошо. Что еще? Ну, наверное, больше ничего на этом уровне. И посмотрим еще один уровень. А дальше я вам просто про них расскажу. А смотреть не будем. Почему? Потому что, ну, это слишком высоко. Следующее тело у нас идет каузальное. Каузальное. Каузальное тело – это кармическое, причинное. Так оно называется, иначе оно называется. Каузальное тело. Это бессмертное тонкое тело. Первое из трех составных тел духа. То есть, ментальное и все ниже стоящие после смерти отмирают. Они отпадают вместе с физическим, уходят. А вот начиная с каузального и выше – это то, что мы говорим, как бы так сказать, бесконечная душа, да, которая перерождается из воплощения в воплощение. То есть, вот эта вот суть сама, которая не отмирает. Одно из трех тел – это база данных духа, сокровищница, в которой собран весь наработанный опыт личности. Отвечает за те условия и обстоятельства, в которых мы пребываем в данный момент. И тот событийный ряд, который мы получаем в этой или в последующих жизнях. Это первое тонкое тело из трех, да, которое не отмирает. Которое не распадается после смерти, а остается с нами в наших мирах. Хранит информацию о привычках, о характере, энергетике, умениях и достижениях, наработанных духом. Вот здесь я сделаю небольшую остановочку и скажу о том, что начиная с этого тела, если мы говорим о воспоминаниях наших прошлых воплощениях, это вот как раз-таки к этому телу. Еще очень часто мы говорим, допустим, о каких-то своих способностях, о талантах, о дарах, что нам дали. И я неоднократно где-то в комментариях к раскладам пишу о том, что дар — это наши наработанные качества, оточенные из воплощения, воплощение то, что принадлежит нам. Это не то, что нам кто-то подарил, нас одарил. Это то, чем мы занимались из воплощения в воплощение, оттачивая те или иные качества и свойства. Они у нас записаны. То есть мы рождаемся и мы уже помним. Отсюда у нас идет вот это вот объяснение, что раздаются, например, дети-гении. То есть их никто не обучал, он уже в три года уже играет там на фортепиано либо на каком-то музыкальном органе. Откуда? Мы говорим, это дар. Нет, это не дар, это те наработки из его воплощения. Потому что это тело, оно несет каузальную информацию о привычках, о характере. Причем, опять-таки, если в прошлых воплощениях, например, как у меня очень проявлены были военные какие-то качества, то и в этом воплощении, поскольку это уже заложено, я и буду вести себя так достаточно жестко, отдавать какие-то команды, приказания. Сложно будет принимать какие-то советы, рекомендации, потому что генеральному директору кто рекомендует. Вот это все записано. Характер, энергетики, умения, достижения, наработанных духом. И передает эту информацию в следующие воплощения. То есть, представляете, кто-то спрашивал про перерождение. То есть, вот в этом теле есть вот эта вся информация. Есть еще и другие тела, в которых тоже есть большая информация. Вот это вот все, оно не отмирает, оно переходит из воплощения в воплощение и тем самым формирует наш характер. Опять-таки, по поводу предназначения, задача, в чем заключается предназначение, отрабатывать те или иные качества. У каждого человека они свои. Передаем из воплощения в воплощение. Также это тело хранит все мысли, чувства, желания, личности. Оно ответственно за место воплощения. То есть, изначально мы знаем, где мы будем воплощаться. В принципе, с момента, как мы умираем, в том месте, в котором мы умерли, в радиусе 20 тысяч километров, наша душа может переродиться. То есть, допустим, если я сейчас умираю в Греции, то мне не светит переродиться в Америке. Но я при рождении уже могу переехать. То есть, такой вариант тоже есть. Но вот радиус он такой, 20 тысяч километров. И передают так, что еще? Оно ответственно за место воплощения, за проявление врожденных талантов, что я говорила, и болезни в том числе. Иногда мы думаем, почему вот болеем. И кто-то говорит, что это генетика. Ну, не всегда это генетика, а это, скорее всего, связано, опять-таки, с нашей собственной генетикой и за воплощение в воплощение. Потому что вся эта информация хранится в этом теле. Так, за воплощение в определенной семье, когда мы выбираем непосредственно отца-мать, с членами которой у души были связи в прошлых жизнях и так далее. Также это тело хранит информацию о предыдущих четырех телах. То, что мы с вами прошли ментальное, астральное, эфирное и физическое состояние. И словно по чертежу, в соответствии с наработками, строится новое тело и душа в следующем воплощении. Карма в виде так называемых кармических образований располагается в казуальном теле. То есть, да, то, что мы говорим, вот это наша карма, и мы хотим узнать. Вот нам нужно обратиться в это тело, чтобы там считать всю эту информацию. Его так и называют телом причин и следствий. То есть карма – это причина и следствия. Это информационный банк памяти прошлого. То есть, если мы говорим о ментальном уровне, это память в этом воплощении, в том числе и бытовых каких-то дел, то каузальное тело – это уже более масштабное, и предыдущее, причем все предыдущие воплощения, не только одного. Кармическое тело состоит из всего прошлого опыта. Его многомерные узоры отражают всю совокупность событий, которые произошли с нами за всю историю нашего существования. Я, наверное, сделаю так. Это тело я рассматривать не буду. Почему? Потому что здесь очень много всего. И так или иначе на него я повлиять не смогу. Поэтому рассматривать его нет. Но для информации я о нем рассказала. А мы посмотрим еще два тела. Да, еще два тела в контексте просто для информации, чтобы вы понимали. То есть основное, то, на что мы можем повлиять, это наше физическое эфирное, наши эмоции и вот наши ментальные тела. На это мы осознанно можем повлиять. То есть мы можем отслеживать свои убеждения, их прорабатывать. Мы сможем отслеживать свои мысли. Влиять опять-таки на мысли мы не можем, ну, чтобы остановить вот этот вот бег мысли, потому что это не наши, ну, то есть это не мы порождаем мысли, а они к нам притягиваются. Опять-таки притягиваются на что? Это вам подумать. Вот. А мы идем дальше. Следующее тело. Это будхическое. Происходит от санклистского термина. Будхи – высший духовный разум, высшее эго. Сверхсознание, внимание, интуиция. Высшее понимание истины, любви и таблицы. И так далее. Оно также называется духовное зрение, высшее осознание себя, и это второе бессмертное тело души. В будхическом или интуитивном теле, иначе его называют человека, рождаются идеи, мысли, решающие сложные задачи. Приходят озарения, инсайты, ясновидящие работу через интуитивное тело, через это. Если у человека прокачанное и чистое будхическое тело, он хорошо ориентируется в жизни. Лучшая способность к аналитике. Тем больше у него интересных идей, четких целей, и тем больше правды он понимает и чувствует. Кроме того, в будхиальном теле заложены жизненные установки человека, которые определяют направление жизни. Это его жизненные позиции, ценности, верования, установки, мировоззрения, способы мировосприятия, программы подсознания. Вот здесь давайте мы остановимся немножко и посмотрим, когда мы говорим, насколько мы можем изменить наши ценности. Ценности изменить мы не можем, но мы можем повлиять на приоритет наших ценностей. Опять-таки, верование, то есть это уже, как мы видим, изначально заложено установки. Отвечая за информацию, что я здесь делаю, что мне нравится делать, что мне следует делать в этой жизни, а что нет, что я могу сделать полезного для общества. В будхиальном теле отражены основные направления судьбы человека или ее главные сюжеты. В нем содержится информация о предназначении. Опять-таки, да, если мы хотим понять, нам нужно отправиться в эти тонкие тела и изучить, считать информацию. Но конкретные события человек получает лишь в каузальном, то есть ниже стоящем, да, кармическом или причинном теле в виде основных сюжетных линий судьбы человека. Смотрите, здесь написано основных сюжетных линий судьбы человека. То есть основные, они прописаны. Но мы всегда можем поменять эти сюжеты, да, то есть у нас есть, допустим, там вариант раз, два, три, да, и мы можем, исходя из того, то есть взять не первый вариант, например, а взять второй, и дальше идти к нему по жизни. Вот на втором, например, там будут свои какие-то разветвления, и мы можем выбрать одно из этих разветвлений. Мы не можем придумать что-то, но у нас есть право выбора, какое за разветвление мы пойдем. И тем самым у нас вот такая, как сеточка получается. Человек, определивший и согласовавший свои цели, ценности и верования и выполняющий их, имеет очень успешную судьбу. То есть здесь иногда мы задаемся вопросом, да, почему у этого человека там все хорошо, а я совершаю те же самые действия, и у меня не получается так, либо, ну, нет такого результата. Так вот вам здесь ответ, то, что должна быть гармония между вашими целями, вашими ценностями, да, верованием. И то, насколько вы это все согласовываете, и что вы делаете для этого. Вот тогда у человека будет успешная судьба. И последнее тело, да, самое высокое, то есть это третье из неумирающих, это атмическое, выход в общее коллективное сознание и подсознание, выход в божественность и высшее Я. Атма на санскрите означает самость, дух, высшее Я. На этом уровне человек теряет себя как индивидуальное Я и сливается с коллективной душой. Высшее самоосознание, слияние с абсолютом. Уровень, на котором индивидуальное Я осознается как планетарное единство. Стремление к росту, развитию и высшему самоосознанию, сверхчеловеческие возможности, связь с совестью, осознание себя как божественное присутствие, напоминание, нет, наполненное блаженством вечного бытия. Это самое последнее, прям такое вот очень возвышенное. В любом случае, как вы увидели, то есть шесть тела, у меня такое вот ощущение, что это вот три самых низких и потом то же самое, это как будто бы микрокосм и три выше как макрокосм. То есть то же самое, те же самые эмоции, чувства, и как эфирное, только в более великих масштабах. Вот у меня по ощущениям было нечто такое. Вот такой был расклад. Еще раз скажу, чтобы там не писали комментарии по поводу того, что я ничего не понял, я ничего не осознал, задача у меня не была, не стояла передо мной диагностической, да, я еще раз вам скажу, хотя мы в принципе немножко рассмотрели наши убеждения, наши эмоции, состояния, сколько была информативная. Почему? Потому что, повторюсь, еще раз скажу, такие диагностические расклады, то есть так же, как диагностика чакр, у меня есть на канале такой расклад, делаем с оговоркой, что это вот развлекательно. Именно поэтому я не хотела так глубоко погружаться. Почему? Потому что, ну, я не хочу, чтобы вы перенимали на себя то, что вот вам не соответствует. Опять-таки, кто-то может сказать, что да, мне созвучно. Созвучно может быть, да, но опять-таки имейте в виду, что это не диагностика для вас. Это было вот общее такое вот показательное, да, какой расклад вы можете сделать. Если вы, например, торолог, да, вы можете сделать это для себя. Если не торолог, вы можете прийти и посмотреть, заказать себе такой расклад, да, и посмотреть более глубоко. Вот. Либо вы можете пойти к мастеру, которая работает с тонкими телами, чтобы вам сделать чистку, либо вам сделать диагностику ваших тел. Не знаю, жду вашей обратной связи, что вы скажете вашу реакцию. Еще раз напомню, расклад был больше информационный, нежели расклад как таковой. А я с вами прощаюсь. Сегодня у нас, значит, понедельник, в четверг будет прямой эфир. Вот. Ну, в разделе сообщества я еще напишу. Время обозначу и день. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok